Друзья, всем привет! Меня зовут Илья Важенин, и сегодня у меня на обзоре для вас ASICS EverRide. И в этих кроссовках я пробежал уже порядка 70 километров, поэтому мне есть чем поделиться своими собственными ощущениями с вами, и так вы сможете понять, стоит ли брать эти кроссовки и рассматривать их вообще. Немножко в историю, да, как вы знаете, наверное, если пользуетесь билевыми кроссовками ASICS, они делают более такую нагроможденную, более тяжелую обувь, где много каких-то вставок, элементов, в том числе и стабилизирующих в подошве, там, гель и прочее. И все это, ну, выглядит немножко вычурно обычно, но при этом эти кроссовки заслужили респект, да, со стороны бегунов, в плане того, что они живут долго, они реально бегают там по тысяче, по полторы тысячи, две тысячи какие-то модели километров, и этим, собственно, ASICS славились всегда. Но последнее время мне нравится, что у ASICS начинают появляться модельки более облегченные. Нет, безусловно, у ASICS всегда были модельки, там, полумарафонки, марафонки, которые без, собственно, без лишних, там, заворотов, да, и они были легкими и так далее. Но и при этом раньше, если говорить про марафонки и полумарафонки, они всегда страдали, там, ну, у них была недостаточная амортизация, понятно дело, как марафонки и полумарафонки, наверное, должны быть такими. Но сейчас, сейчас технологии позволяют создавать красотки одновременно и легкие, и при этом достаточно амортизирующие для того, чтобы расширить диапазон их применения, да, и при этом упругие и с хорошими отталкивающими свойствами. И все производители, на самом деле, стремятся сейчас вот именно к такой формуле. Проблема только одна, что такие вот кроссовки, которые универсальны, подходят для большого количества работ, и быстрые у них можно делать, там, и интервалы, я не знаю, и темповые работы, и даже какие-то медленные пробежки осуществлять. Как правило, такие кроссовки, к сожалению, не очень долго живут, потому что пена в них используется более, как раз, отталкивающая, более такая, которая более, ну, более сбитая. Такие характеристики пены, которые позволяют вам бежать быстрее, скажем, чуть-чуть. Но срок службы такой пены, конечно же, меньше. Вот эта модель что-то близко к этому. Первое, на что вы обращаете внимание, это то, что, ну, здесь практически нет никаких, во-первых, здесь нет стабилизирующих элементов, это обувь для нейтральных, для тех, у кого нейтральная пронация, скажем так. Хотя я, там, часто говорю о том, что если даже у вас какие-то небольшие отклонения в пронации, там, гиперпронация, супинация, там, и так далее, то, ну, ничего страшного, если вы начнете бегать в нейтральной обуви, ну, если только у вас не ярко выражены степени пронации, гиперпронации. Короче, эта обувь подходит, в принципе, для всех, я бы сказал. Как вы видите, здесь нет никакой поддержки, нет у них никаких стабилизирующих элементов, она легкая. В моем размере примерно 10, ну, не примерно, а точно 10 US, это на 28 сантиметров по линейке ASICS. Эти кроссы весят примерно 250 грамм. Один кроссовок, я напишу потом, сколько точно они весят вот здесь. Собственно, верх здесь совершенно обычный, вернее, он современный, но это обычная сеточка, такая, да, синтетическая. Сейчас все практически кроссовки выпускаются с такими сетками, ничего здесь сверхъестественного нет. Язычок тоже простой, и это действительно немножко странно, потому что сейчас многие производители, и у ASICS, по-моему, есть тоже такие модельки, когда язычок, он прибит к краям кроссовка, к краям, как бы, по бокам, да, а язычок крепится под стенку, скажем так, и это создает такой эффект носка и более обтягивает ногу. Но обычно такие носки менее плотные, и вот, например, но они мне больше нравятся, это точно. Вот здесь язычок мне нравится чуть меньше, он более массивный, но при этом он мягкий, и вот тем, кому обычно здесь что-то перетягивает или нужно затянуть посильнее, как раз вот такие плотные язычки, они вот эту проблему нивелируют, и вам будет комфортно. Штурки плоские. Это круто, потому что плоские штурки завязываются, я бы сказал, что они меньше развязываются, они держатся более плотно, это проверено, ну, вот, по крайней мере, на моих кроссовках. Там, где штурки круглые, такие цилиндрические формы, да, они, к сожалению, развязываются чуть чаще. Понятное дело, что вы обычно завязываете, там, ну, стараетесь, наверное, завязывать на два узла, и это более эффективно, в таком случае они практически не развязываются, но, вот, тем не менее, плоские штурки мне нравятся больше. Самая фишка, наверное, кроссовка, ну, помимо, конечно, пены, пена здесь Flight Foam, это сейчас самая популярная практически пена Wasix, самая современная, и сочетает в себе как амортизирующие свойства хорошие, так и свойства, которые нужны для отталкивания, да, для быстрого отскока и так далее, для возврата энергии. То есть, Asics сейчас делают ставку на Flight Foam, и у них, ну, практически все модели новые вот на этой пене. Ну, среднего и топового сегмента, конечно. Вот эта модель вышла в начале 2020 года у нас в России, и она является частью линейки обуви у Asics беговой MetaRide. Вы, наверное, знаете, там есть Asics MetaRide, Asics GlideRide, и вот это Asics EverRide. Снова про очередную, про основную фишку этой обуви, да, я так и не сказал. Помимо пены, это вот этот перекат, который, ну, это тип строения подошли, да, который якобы должен обеспечивать вам классный перекат с пятки на носок, и вот в этом моменте вы отталкиваетесь. То есть, ваша нога, вот этот цикл, должна проходить более естественно и более быстро, что способствует, собственно, более быстрому вашему продвижению, да, по дороге. Дороги именно асфальтовые, я бы сказал, что это асфальтовые, конечно же, кроссовки, но, понятное дело, вы можете в них успешно бегать и по дорожке стадиона, и, возможно, по каким-то утоптанному грунту, но, прежде всего, конечно, это для асфальта. Что с этим перекатом не так или так? По своему опыту, очень мягкая пятка. Как будто бы это кроссовки прям, ну, я не знаю, какие-то мега амортизирующие, на первый взгляд кажется так. Но только для тех, кто начинает ступать, да, у кого вот это первое движение на пятку, и, причем, оно оказывается достаточно массивное, то есть вы не только задеваете пяткой и на переднюю часть потом, наверное, на среднюю, на переднюю опускаете, а если вы прям пяткой ступаете, и у вас техника бегает именно такая, то вам покажется, что это очень мягкие кроссы вот в этой области. И вот здесь проблема, то есть эта обувь не для вас. Почему? Потому что фишка в том, что, несмотря на очень мягкую заднюю часть подошвы, передняя и вот эта средняя часть, она жесткая. Она не такая жесткая, она упругая, она по-прежнему, скажем так, позволяет вам приятно амортизировать. Упругость возвращает энергию, да, вы дальше отталкиваетесь, все классно. Но вот если вы наступаете на пятку, вот тут вам перекатиться чуть-чуть тяжело становится, потому что вот эта упругая часть, она, ну, это очень странное ощущение, вам нужно их попробовать, но я скажу, что вам просто, возможно, не понравится, как она перекатывается именно с пятки. Поэтому, как будто бы здесь какой-то блок, какая-то маленькая проблема, которую нужно, знаете, переступить и так далее. Кстати говоря, дроп здесь небольшой, перепад с пятки на носок всего 5 мм. Я бы сказал, что это будет для тех, кто вступает в беге именно на переднюю, на среднюю часть стопы, потому что тогда вам, ну, во-первых, вам не нужно долго перекатываться, у вас не будет никаких проблем с переходом с мягкой на более жесткую часть. Выступаете вот на эту жесткую часть, и она уже, имея вот такой валик, такую конструкцию, такую конструкцию изогнутую, да, она уже способствует, вот, сразу хочется перекатиться и бежать дальше. Мне очень понравилось бегать, так как я бегаю на передней, на средней части стопы, это вот мне очень подходит. Я чувствую какой-то, действительно, там, небольшой возврат энергии, такой, который ты не почувствуешь в обычных кроссовках, там, амортизирующих, или в каких-то других кроссовках, у Асица и так далее. То есть вот эта моделька для быстрых работ, для соревнований, для интервального бега, темпового бега. Это, я бы сказал, чего угодно, кроме длинных восстанавливающих каких-то кроссов, или просто легкого бега. Потому что, когда вы бегаете обычно легко, вы хотите полениться, вы выступаете на пятку, и мы тут все проблемы как раз с перекатом. То есть вот, она для тех, кто бегает вот так, кто наступает на переднюю часть стопы. И вы реально кайфанете? Я считаю, что эта модель получилась очень удачная, легкая, быстрая, универсальная при этом. То есть ее диапазон работ, диапазон типов тренировок, да, и типов забегов, в которых вы можете принимать часть, достаточно большой. Но он все-таки смещен в сторону скорости. Поэтому даже если вы новичок, и хотите попробовать что-то более быстрое, и хотите уйти от тяжелых амортизирующих кроссовок, попробуйте эту пару Everright. Просто, ну, смотрите там сами, сколько вы можете пробежать эту обувь. Пока что, да, ваши связки там и так далее, недостаточно крепкие. Но, тем не менее, это прикольная обувь, в ней действительно прикольно бегать. Я хочу обратить на это внимание, потому что, ну, удовольствие от бега, ну, от самого процесса все-таки нужно получать, и вот в них это кайф. Я, на самом деле, немножко жалею эти кроссовки, несмотря на то, что я прошел в них уже 70, пробежал в них 70 километров примерно, да, я стараюсь оставлять их на какие-то, ну, соревнованиях. Хотя сейчас, там, во время ковида это немножко проблематично, но, тем не менее, жду, жду, когда что-то появится, чтобы можно было пробежать на улице в них, какие-то забеги любительские и так далее. Но, да, использую какие-то быстрые работы все равно. Чередую с другими кроссовками, беру, в общем, мне нравится. По подошве что еще можно сказать? Сразу видно, что здесь используется резина, это хорошо. Резина на передней части подошвы, куда предполагается, что вы должны, да, вступать. Резина чуть-чуть немножко взади, понятное дело, так как вы тоже будете касаться. И это все защищает пену от изнашивания, но, к сожалению, не от стаптывания, потому что, ну, как бы, пена все равно будет стаптываться. И плюс, что они все-таки, я думаю, будут достаточно износостойкими, но при этом, учитывая, что это пена Flight Foam, которая заточена не на максимальную амортизацию, это точно, и она, как вы видите здесь, это промежуточная подошва Flight Foam, не такая толстая, то, в общем, эти кроссовки не прослужат вам тысячу километров. Ну, это, между моими предположениями, зная то, какие сейчас делают кроссы и на что нацелены именно эти кроссовки, да, на быстрой работы, то они, скорее всего, долго не проходят, это будет что-то в районе 450-500 километров, потом их свойства потеряются. Поэтому я бы очень хотел, конечно, чтобы они прослужили дольше, они мне нравятся, и я рекомендую, это реально универсальные кроссы, и классно, что в линейке Asus появились такие. Их можно сравнить, например, с Nike и Pegasus, именно 35-ми и 36-ми, то есть вот там предыдущие модельки были совершенно другие, 35-е и 36-е, вот я бы сказал, что они более похожи на это, они такие же упругие, и при этом, ну, такие сбитые, хорошо тебя обволакивают и обнимают твою столбу, да, я могу сказать, что они вот эти кроссы очень похожи, но отличие именно в том, что передняя часть позволяет создавать вот этот более быстрый подскок, более быстрый, более какой-то быстрый перекат, и вот это чувство реально отталкивания, оно более приятное, и прямо ощущается здесь, поэтому я бы вообще рассмотрел это как альтернативу Pegasus, вполне себе, причем эти кроссовки дешевле. Ищите и прящайте. Классная обувь. До встречи, друзья. Аси Северайт. Всем пока.